мы ведем наш репортаж северной европы из прибалтики это эстония или эйстон как с древних времен и по сей день называет эти земли скандинавский народ это весной уже традиционно начиная с 2002 года в эстонской столице проходит турнир по тэквондо именуемый как ball cup 2023 и в этом году на даянга спортивной арены к леви лучший тэквондистан также будут бороться данной медали и салам news будет освещать это прекрасное мероприятие итак дорогие друзья сегодня первый день пребывания нашей сборной по тэквондо по версии айтеф в таллине в эстонии они зацелились в отель успешно прошли взвешивание и сегодня по плану экскурсия по прекрасной столице завтра первый день соревнований оставайтесь с нами и будьте в курсе событий вместе салам news эстония страна которая прошла многовековой путь сохранив предания многих народах о викингах королях королевах и средневековых купцах столица таллин наиболее хорошо сохранившийся средневековый город в северной европе старый город таллина был внесен в список всемирного наследия юнеско в 1997 году в 2011 году таллин носил титул культурной столицы европы а в 2023 году таллин был признан зеленой столицей европы ведь глубокие корни этих мест имеют место одухотворения природы с ее традициями почитания деревьев и земли как обладающих магической силой сакральных объектов швеция финляндия австрия латвия германия украина и эстония и конечно туркменистан именно столько стран 8 участвует в турнире балка в 2023 на турнир заявлено более 300 спортсменов и это первенство приурочено дню города который отмечается ежегодно в таллине 15 мая в таллине 15 мая 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 в таллине 16 мая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый день принес в нашей сборной 5 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовую. В общем, 8 медалей. Сегодня второй и заключительный день первенства Балтка в 2023. И сегодня Текландисты 14 лет и старше выступят в дисциплинах индивидуальный тур, индивидуальные поединки и командные поединки. Спортивная арена Калеви, построенная в 1962 году и вмещающая до 1780 человек, вот уже на протяжении 20 лет становится местным проведением турнира Балткап. И в этом году арена собрала лучших текландистов со всех стран. Здравствуйте, Антон Борисович. Вы являетесь создателем программного обеспечения iScore и также помощником президента Федерации Кландо-Международной IT, правильно? Да, совершенно верно. Когда-то я разработал, создал основу, так сказать, того, что вы сегодня наблюдаете здесь. Вот, на сегодняшний день это уже давно не частная инициатива. Это официальная система Международной Федерации Кландо-ИКЕФ, которая интегрирована в гораздо более масштабный проект, который Федерация реализует в течение последних трех лет. Я являюсь сотрудником штаб-квартиры Международной Федерации Кландо и в мою зону ответственности в том числе входит внедрение вот этого глобального проекта, который называется база данных Международной Федерации Кландо-ИКЕФ. Который вот довольно успешно внедряется в Международную Федерацию на протяжении последних лет. Что я могу сказать? Система довольно сильно эволюционировала за это время. Она увеличивала свой функционал, она стала более доступной, она стала более удобной для использования как спортсменами, так и тренерами и судьями. Поэтому в принципе разработка она никогда не останавливается, она всегда продолжается. В данном случае мы работаем под руководством, прямым руководством президента Международной Федерации Кландо и штаб-квартиры Кландо-ИКЕФ. Куратором данного проекта также является мастер Ким Челгу, это довольно известная фигура в мире Кландо-ИКЕФ, который является также главным генеральным директором по администрированию финансов Международных Федераций Кландо-ИКЕФ. Поэтому работает довольно слаженная и серьезная команда, как из Кореи, так и из европейских стран. Сам я в данном случае представляю Грецию. Также у нас очень серьезные группы работают в Болгарии, в Германии, в Украине, в России. Поэтому это такой крупный международный проект, который мы реализуем общими силами, вот такой большой международной команды на протяжении долгого времени. Мы очень надеемся, что эта система доберется только в месяц в ближайшее время. Я желаю вам успехов. Спасибо большое за ваш масштабный вклад в Теквандо, в сам спорт. И до скорых встреч. Спасибо. Казбулат, очень приятно знакомиться. Хочу в первую очередь подчеркнуть то, что твои подопечники очень ярко выступили, очень похвально. И хотелось бы узнать у тебя, результаты превзошли ожидания или была другая у самого турнира у тебя вот самого? Ребята выступили ожидаемо. Как всегда, конечно, хочется лучше, но, в принципе, я как-то нет, доволен. Да. Какие у тебя впечатления становились о нашей сборной? Вот ты ожидал такого? Ну, я знал, что Гворное Турганистане сильная команда, и ваша команда принесла для нашего турнира, укрепила его и принесла азиатский колорит техники Теквандо, и это очень сильно подняло уровень нашего турнира. То есть, вот отличается, да, вот именно такая, можно сказать, культура Теквандо, вот азиатская школа? Да, конечно. Ну, это известный факт. Да, это известный факт. И чем? Вот можешь немного выделить такие моменты? Ну, известно, что азиатские спортсмены более скоростные, напористые, дерутся до конца, духовитые. То есть, в этот момент очень, как бы, приятно спарринговаться с такими ребятами, и это всегда, как бы, усиливает опыт, который набирают наши спортсмены. Нам даже очень приятно. Спасибо большое. Надеюсь, что в будущем мы еще увидимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Турнир Балкап 2023 в эстонском Таллине подошел к своему завершению. Мы стали следствиями триумфальных побед и горьких поражений. Сборная Туркмистана по тэквондо по версии ITF завоевала в нелегкой борьбе 15 золотых, 9 серебряных, 5 бронзов, в сокупности 29 медалей, превзойдя прошлогодний успех. Для вас из Эстонии работали Эзиз Нуреев и Ламан Бекназаров специально для Салам Ньюз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.